Городская дума Установка пандуса для инвалидов на Стропском пляже и благоустройство озера Стропака Инвестиции в увеличение основного капитала предприятия Дагопилс Оденс Проектирование летнего концертного зала имени Оскара Строка А также создание Дагопилского симфонического оркестра Плюс обустройство новых детских игровых площадок в дошкольных учреждениях и создание парка на улице Зеленского Кроме этого, предстоит увеличение пособия по рождению ребенка денежной премии сеньорам к юбилею покупка устройства для заморозки льда для Ледового дворца 24 января Дагопилс с рабочим визитом посетила посол Франции в Латвии Адиль Супизон Уже рано утром она гостила в городской думе а потом отправилась в компанию X&Cable где хотела посмотреть, как продвигается работа так как X&Cable является дочерним предприятием французского предприятия Большая радость побывать во втором повеличении городе Латвии Именно в Дагопилсе находится предприятие Axon Cable наш важный инвестиционный объект Приятно, что являемся солидным работодателем Здесь работают более 600 человек Одна из целей визита – переговоры с представителями компаний и самоуправлением города о том, как мы впредь будем развивать экономическое сотрудничество и как в дальнейшем будем здесь представлять Францию На предприятии производятся кабели для нож телекоммуникаций, медицины, компьютерной техники и автостроения а также для военного и космического оборудования Всего около 1000 видов различных кабельных соединений Сырье кабели ввозятся из Франции На месте в Дагопилсе проходит их нарезка и монтаж Готовая продукция Axon Cable экспортируется в основном в страны Европейского Союза После того, как Адиль Супизон осмотрела производственные помещения предприятия и поговорила с руководством она присоединилась к выставке «Вклад Франции и союзников в борьбу за независимость Латвии» которая проходит в Латвийском культурном центре Выставка будет открыта с 24 января по 28 февраля Министр сообщения Талас Линкетс поручил сформировать в Министерстве рабочую группу по решению социальных вопросов в связи с увольнением работников Латвия с Делсельш В рабочую группу войдут представители Министерства сообщения ЛДЗ Латвийского профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения Министерства благосостояния Государственного агентства занятости и Железнодорожной технической инспекции Как сообщалось, Латвийская железная дорога до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками что составляет около 24% всех работников Сегодня реализуется первый этап оптимизации и в первую очередь он коснется сотрудников администрации компании Латвия с Делсельш которые работают в структурах железной дороги в Риге Конечно, аналогичный процесс происходит и в Дагупилсе но по сравнению со столицей это небольшая часть работников с которыми будут прерваны трудовые отношения Хочу отметить, что процесс оптимизации будет проходить поэтапно а также предприятие будет следить за развитием ситуации и последующие решения будут связаны с ее развитием на рынке железнодорожных перевозок Ранее уже сообщалось о том, что 2019 год для латвийской железной дороги и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным Из-за снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов Для улучшения функциональности Американского информационного центра Латгальской центральной библиотеки и доступности его услуг для пользователей центр получил новые, более просторные помещения на втором этаже Новое расположение центра позволит продолжить работу над развитием фонда а также расширить круг партнеров по сотрудничеству и спектр предполагаемых образовательных, информационных и развлекательных мероприятий найти и попробовать новые формы и возможности работы Центр востребован у всех возрастных категорий это и дети, и молодежь, и взрослые люди занятия посещают также сеньоры мы предлагаем литературу для всех возрастов и очень надеемся, что с увеличением площади центра мы привлечем большее количество детей ждем, что они с удовольствием присоединятся к нам уже и в новом помещении центра Уже несколько лет в информационном центре США проводятся также занятия по английскому языку для сеньоров которые проходят дважды в неделю сеньоры делятся на группы согласно их знаниям английского языка среди посетителей занятий есть те, кто не первый год посещает эти курсы и каждый из сеньоров свои знания уже использовал на практике за рубежом В разговоре как-то со знакомой она сказала, что при Латгальской библиотеке есть такие курсы для сеньоров Ну, я позвонила, и была возможность взять меня в эту группу, и так я попала сюда А необходимость? Я люблю путешествовать И в путешествиях, ну, во-первых, недостаточно немного знания английского языка А еще и то, что я знаю, я просто иногда не могу от волнения сказать, высказать Нет навыков общения, здесь эти навыки нам вполне предоставлены О курсах мне рассказала моя хорошая знакомая, которая занимается уже, наверное, дольше И я пришла сюда, чтобы записаться на эти курсы Ну, меня записали, вот, занимаюсь уже второй год Мне очень нравится, потому что восстанавливаю знания английского языка И очень много учусь заново, особенно грамматика, которая уже забылась Сеньоры также рассказали, что эти занятия для них как отдых и как время, которое они могут провести вместе в интересном коллективе Которое они уже назвали клубом любителей английского языка Входя в Латгальский зоопарк, ты заходишь как будто бы в другое царство Где можно следить за развитием разных живых организмов И в конце прошлого года, а также в начале этого, здесь появились новые обитатели Один из них – маленькая мармазетка, которую сняли с мамы, когда ей было всего несколько дней Чтобы вырастить ее до так называемого подросткового возраста А потом впустить назад к родителям И еще неизвестно, как эта милая семья, отец с мамой, примут своего малыша назад Когда она немного подрастет Родившаяся мармазетка, которая родилась, маленькая обезьяночка Вот такой он родился вообще, вот такой сенький Родилась в конце прошлого года Сейчас за это время подрос И он только что приехал в зоопарк Он уже вот такой, вау, это уже такой маленький ребеночек Такой уже достаточно обстоятельный Сейчас он буквально несколько дней на зоопарке Адаптируется к новой среде, он назад вернулся Рос, он отдельно кормился из бутылочки Отдельно, как маленький ребенок выкормился Сейчас он адаптируется ко всем И скоро встретится со своими папой и мамой Это будет как в индийских фильмах Когда все там поют, танцуют И вдруг обнаружат, что раз, все друг у друга родственники Также расплодились драконы Австралийские мини-драконы и водные драконы из Вьетнама Которые также вскоре появятся в экспозиции Деляясь своими планами на этот год Михаил Пупич рассказал Что примерно через месяц будет открыт новый зал В котором будут представлены водные животные Рыбы И в этом аквариуме будет жить кто-то Кто совсем недавно появился в Латгальском зоопарке Мы готовим открытие экспозиции гидробионтов И к нам уже приехал гидробионт Это приехала вот такая маленькая выдрочка Бескоготная выдра Самый маленький вид в мире Приехал из Испании Такой малюсенький, но он подрастет еще совсем немножко И тогда он будет плавать в аквариуме Вау, очень здорово будет Не просто рыбки как везде, а будут плавать выдры В свою очередь летом будут проводиться работы Связанные с охраной природы В дикую природу будут выпущены болотные черепахи С посланием будущим потомкам У каждого животного под кожей Уже есть специальный чип с номером А у этих черепах в чипе Будет еще и информация о том Как мы сейчас живем Что у нас сейчас является актуальным Как в городе, так и во всем мире Таким образом, с помощью черепах Мы сможем отправить письмо Нашим потомкам Несмотря на то, что зимние радости Уже остались позади Январь все равно является временем Для красочного карнавала масок Поэтому специалисты Дагупилского краеведческого и художественного музея Приглашают детей и их родителей Посетить День семьи В рамках которого У посетителей будет возможность Самим создавать и декорировать маски Сохраняя праздничное настроение В Дагупилском краеведческом художественном музее До 23 февраля Можно будет увидеть выставку Елочных украшений Из коллекции Александра Чудновской «Рождественское сияние» Вдохновившись этой выставкой Участники Дня семьи Смогут сами попробовать Создать сверкающие маски Которые пригодятся на различных Тематических мероприятиях Творческая мастерская День семьи В Дагупилском краеведческом и художественном музее Откроется уже в это воскресенье 26 января С 13.00 до 14.00 Цена семейного билета 3,50 В нем включено участие в занятиях А также осмотр экспозиций И выставок музея Редактор субтитров А.Семкин